Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите завтрак в городе Чей. С вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим вкусный, необычный завтрак. Такой завтрак подойдет для выходного дня, потому что нам придется потратить немножко времени. Сегодня будет красивая подача. Мы подадим рис с овощами в сырных корзиночках. И начнем именно с корзиночек. Для того, чтобы приготовить корзиночки из сыра, я буду использовать в сковороду. Я ее разогрею, масло добавлять не буду. Сыр сегодня у меня обычный, российский, недорогой. Кстати, из пармезана получается намного проще и быстрее. Но сегодня мы не ищем легких путей. Мы будем использовать, пожалуй, половину этого сыра. Я натру на мелкой терке. Пока сковородочка разогревается, я натираю сыр. Сыр желательно использовать именно твердый для того, чтобы корзинка была сформирована и держала свою форму. Распределять сыр будем тонким слоем по сковородке, поэтому большого количества нам не потребуется. Этого вполне достаточно. На разогретую сковородку я буду выкладывать сыр тонким слоем. Далее. Рис я буду использовать уже сваренный. Рис со вчерашнего дня. Буду использовать зеленый горошек, зелень и помидор. Можно добавить немножко лука, можно добавить немножко чеснока. Здесь уже можете пофантазировать. Овощи добавляете те, которые вы любите. Сковородка разогрелась, и я отправляю сыр. Сразу выключаю плиту. Сыр необходимо расплавить. После того, как он расплавится, мы убираем сковородку с огня и ждем, пока сыр немножечко остынет. Затем я буду использовать формочку. Сегодня, наверное, это будет стакан. На стакан мы будем выкладывать сыр. И перекладываем сыр на стакан. Формируем такую вот симпатичную корзиночку. хорошенько прижимаем. И оставляем до того момента, пока сыр полностью не остынет и не затвердеет. Теперь в эту же сковородку я добавляю немножко подсолнечного масла. Включаю плиту. И буду добавлять помидор. Нарежу его кубиком. Можно добавить любые овощи, которые вам нравятся. Сегодня я добавлю только помидор и горошек. Горошек можно использовать консервированный, можно использовать замороженный. Можно использовать вместо горошка кукурузу, если вы любите кукурузу или даже мексиканскую смесь. Так. Убираю все ненужные детали. И первым делом отправлю на сковородку помидор. Пусть помидорчик станет мягким. И затем, когда он пустит сок, я добавлю рис. Зелень, горошек и некоторые специи. Немножко присолю. Сразу помидор. Добавляю рис. Сегодня в качестве зелени хочу использовать немножко укропа и зеленого лука. Зеленый лучок. Перышками. И укропчик. Добавляйте зелень, которая вам нравится. Я люблю любую зелень. Поэтому всегда выбираю то, что у меня есть на кухне. Прекрасно. Добавляю горошек. И из специй добавляю сегодня черный перец. И немножко хмели-сунели. Перемешиваю. Потрясающий аромат. И опять же, блюдо из подручных средств, скажем так, из того, что всегда найдется дома. Укропчик. Рис я готовила и солила. Поэтому в сковородку соль я уже не добавляю. Возвращаемся к нашей корзиночке. Она уже готова. Выключаю плиту. Возьму тарелку. Поставлю корзиночку в центр. И начну выкладывать получившееся блюдо. В таких корзиночках можно подавать салаты и гарниры. Так. Присыпаю лучком. И завтрак можно подавать. Завтрак готов. Отправляйтесь на кухню. Повторяйте за мной. Желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова